Со 2 по 4 июля 2018 года в тренинг-центре ФГБУ НКЦО ФМБА России под руководством начальника отдела заболеваний верхних дыхательных путей Нажмудинова Ибрагима Исмаиловича был проведен мастер-класс международным участием в современной хирургии гортани. Курс открыл главный внештатный специалист отреноларинголог Минздрава России Дайхис Николай Аркадьевич. В своей первой лекции профессор Хишам Негм рассказал об особенностях хирургического лечения сосудистовенозных малиформаций головы и шеи с применением современных лазерных технологий. Профессор Роберто Пушедуэн детально изложил подходы к диагностике и лечению рака гортани. Особое внимание он уделил применению SPACE-технологии, контактной микроскопии, а также лазерным техникам лечения. Слушатели особо отметили выступление Мудунова Али Мурадовича о способах и результатах лечения опухолей надскладочного отдела гортани. Формат профессиональной дискуссии был поддержан интересным докладом Кирасировой Елены Анатольевны, касающимся отдаленных результатов хирургии рубцовых стенозов гортани с применением экстра- и эндоларингеальных методов. Профессор Сеченовского университета Солдатский Юрий Львович вызвал неподдельный интерес у слушателей и активную дискуссию лекций о последствиях для гортани гастроэзофагального рефлюкса у детей. По итогам первого дня руководитель мастер-класса Нажмудинов Ибрагим Исмаилович предложил к обсуждению ряд актуальных вопросов из собственного профессионального опыта и попросил участников задавать вопросы. Хорошим итогом дня для 40 практикующих врачей из Челябинска, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Астрахани, Ставрополя, Ростова-на-Дону, Симферополя, Краснодара, Южкоролы, Красноярска, Москвы и Республики Казахстан стала совместная фотография с зарубежными коллегами. Теоретическую часть второго дня мастер-класса открыл Роберто Пушеде с лекцией о международном опыте и лучших практиках лечения современных способов рубцовых стенозов гортани. Профессор Негм из Каира предложил вниманию слушателей свой опыт исследований на стыке археологии и медицины в описании результатов КТ и МРТ сканирования мумий Древнего Египта. Новожилова Елена Николаевна вернула участников современность и рассказала о вариантах применения высокочастотной вентиляции легких в лорхирургии, не утаивая профессиональных подробностей. Междисциплинарный подход был продемонстрирован в лекции Сорокина Игоря Владимировича об особенностях компьютерной диагностики образований гортани, а также тонкостях взаимодействия врача-рентгенолога и отреноларинголога. Магомедова Камила Магомедовна детально изложила подходы к диагностике и лечению периферических параличей гортани, что вызвало очередной виток профессиональной дискуссии. Насыщенным с точки зрения живой хирургии стали второй и третий день мастер-класса. Участники смогли увидеть и обсудить 6 эндоларингеальных удалений образований СО2-лазером у пациентов с различными диагнозами. СО2-лазером у пациентов с различными диагностями. СО2-лазером у пациентов Продолжение следует... 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 На протяжении всех трех дней были и лекции, и живая хирургия, и все это транслировалось. Организация была на высшем уровне. Спасибо, профессор Ибаджим Назмолинов, за приглашение. У нас есть третья или четвертая разница, и я вижу, что все наши коллеги здесь в России, это восстанавливается, действительно увеличивается. И уровень этого мастер-класса, действительно высокая, потому что мы видим много юниорских, которые задают много вопросов. Это очень важный ответ, что все юниорские очень интересны на этом вопросе. Также, потому что лазер является одной из филдов на голове и на голове, которая сейчас очень важна, что не может быть игнорирована. Курс был организован очень хорошо, также потому что у нас есть лаб, не только лаб, но и практические и практические курсы. Я думаю, что здесь они действительно делают школу для будущего ЕНТ в России. Уже она поблагодарила сразу же, и броню Смаиловича как с самого начала своего высказывания, так и в конце. Я вам сказала, что это уже третий раз, когда он сюда приезжает, и уровень не только мастер-класса сильно возрос, уровень участников, которые принимают в нем участие, также возрос. И очень приятно, что это не только мастер-класс, в котором есть лекции хирургии, но и есть возможности работы лаборатории, то есть работы руками. Что можно сделать? Иák Вернамер